Если б я умела жонглировать, я бы сейчас тут как завертела, но нет, умею я готовить и приготовим сегодня для вас прекрасный лимонад. Смотрите, друзья, у нас лайм, лимон и апельсин. Нам нужно из них получить как можно больше сока. Мы хорошенько по столу катаем каждый фрукт. Накатали вдоволь фруктов, теперь мы их разрезаем и выжимаем весь сок. С сильными ручищами. Графин. Можно через ситечко выжимать, чтобы косточек не было. О, так сразу ароматно на кухне. Какие-то ручищи сильные. Видите, все косточки остаются в ситечке. Два целых получилось чайника. Я даже не знаю, когда я больше хочу. Это будет лимонад, это будет чай, потом зальем просто и тоже будет пить. Ну, не пропадать же добро. В лимонад дальше, друзья, мы добавляем имбирь. Небольшой кусочек мы его должны натереть на меленькой терке. Лена, очень важно, чтобы ты попадала в графин. Графт алмаз. Сейчас я все сделаю. Но это не очень удобно. Твердый. Но только представьте, какой сейчас тут аромат. Лимон, лайма, апельсины, имбирь. Все это так кисло. Если ты думаешь, что ты спрятала ложку. Ложка меда хорошая, ложка плоская, поэтому кажется, наверное, что много. Ну, столовая ложка меда. Важно этот мед, друзья, на этом этапе хорошо размешать, чтобы он разошелся. Мед у нас уже растворился. Заливаем все это минеральной водой с газами. Класс! Бурлит, как пиво. Зелье просто реально с пенкой. Ну, это так вкусно. Такой аромат, ребята. Это должен попробовать каждый. Впереди лето, будет жара, а этот напиток вас спасет. Я надеюсь, у нас тоже будет жара. Надеюсь, я надеюсь. А что у тебя стакан-то один? Кисло. Меду можно разбавлять еще минералкой или еще медом. Я добавила еще ложечку меда, чтобы наверняка был вот так бомбически просто. Обалденный. Лимонад на все случаи жизни.